Достигай Израиль и весь мир Шалом, Едидим! Шалом, друзья! Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Синсия, я тут подумал о твоей жизни. Сколько я тебя знаю, ты смиренно ходишь перед Господом. А ведь это уже долгие... Сколько? 38 лет. 38 лет? Вспоминаю то время, когда наша дочь Алиса была еще маленькой. И состояние ее здоровья было критическим. Но в то время ты сохранила смиренное отношение к Господу. Я заговорил об этом, потому что это напомнило мне Анну. Как вы знаете, в жизни Анны было очень непростое время. Она не могла забеременеть. Но даже в это время она продолжала быть смиренной перед Господом. Дорогая моя, кажется, что такое твое поведение – это настоящий дар от Бога. Потому что ты смиренна. Когда все хорошо, и когда все не так хорошо, ты по-настоящему научилась доверять Господу во всех обстоятельствах. В трудные времена мне тоже непросто. Но мне нравится думать о стойкости. Это прекрасное качество, и мы должны быть стойкими до конца. В любых обстоятельствах смотреть на Господа. И верить, что Он переведет нас на новый уровень, благословит нас и сохранит нас. Шалом Увраха, мира и благословения вам. Сегодня у нас заключительный эпизод второго сезона серии программ, которую я назвал «Песня Анна». На иврите это будет «Песня Ханна». В конце программы я кратко повторю все то, что мы разбирали все это время. А сейчас я хотел бы продолжить с того же места, где я остановился в прошлый раз. А именно первая книга «Царств», вторая глава, девятый стих. Анна славит Бога за то, что Он открыл ее утробу, и она родила Самуила. Она пришла в храм, посвятила там своего ребенка Господу. А после этого она начала свою песнь или молитву. И так продолжим с девятого стиха, на котором я и остановился. Итак, первая книга «Царств», вторая глава, девятый стих. Анна говорит «Стопы святых своих» он блюдет. Хочу еще раз напомнить, что мы не можем воспринимать эти слова просто как поэтическую любезность. Читая Слово Божие, мы можем думать. О, как же это мило! Но если копнуть поглубже, то окажется, что в глубине души мы не совсем верим в это. Мы думаем «О, это красивые слова!» И для нас они как с гуся вода. То есть они никак не влияют на нас. И мы не воспринимаем их как спасительное Слово Божие. Мы воспринимаем их так же, как приятные слова на поздравительной открытке в магазине. «О, нет, мои друзья, Слово Божие наполнено истинной и светом, и оно имеет силу спасать». Это не просто красивые и приятные слова, хотя и они тоже. Слово Божие живое и действенное. Это сила, которая может искупить нас от тьмы. Учитывая все это, задумайтесь над словами «Анн». Она говорит «Стопы святых своих Он», то есть Бог, соблюдает. Что мы можем взять для себя из фразы «Стопы святых своих Он блюдет». Помню то время, когда я только уверовал. Хочу рассказать вам о том, как я посещал церкви. Это не те истории, которые вы слышали от меня ранее. Помню, как я, молодой еврей, впервые попал в церковь, когда мне было 20 лет. И там я узнал, что многие люди не уверены в своем спасении. К примеру, на этой неделе они спаслись, а через 2-3 недели они думали, что потеряли свое спасение. И дело было не в Боге, а в них самих. И в этих церквях, в конце каждой проповеди, пастор делал призыв к покаянию и приглашал людей выйти вперед на молитву. Иногда туда выходили одни и те же люди. Я подумал, «Господи, если только от меня зависит сохранение моего спасения, то я никогда не буду уверен в наших с тобой отношениях. А если все зависит от меня, Господь, то у меня ничего не получится, потому что я себя знаю». Но Библия говорит, что мы неверны, а Он остается верным. Хотя мы иногда неверны, Он остается верным. Давид говорил, «Хотя и споткнусь, но не упаду, потому что Его правая рука поддерживает меня». Друзья, я ни в коем случае не оправдываю грех. Я обращаюсь к тем, кто уже искуплен Господом. Я обращаюсь к тем из вас, кто уже состоит в завете с Богом. Я обращаюсь к вам. Если вы в своем сердце сказали Богу «да», и вы хотите любить Его, повиноваться Ему, и стараетесь поставить Его на первое место в своей жизни. Если вы стараетесь дисциплинировать себя и изо всех сил пытаетесь жить правильно, если вы стараетесь, но иногда падаете, то я хочу, чтобы вы знали, что Бог сохранит вас. Вам не нужно каждую неделю снова принимать спасение. Послушайте слова Анны. Стопы святых своих «Он соблюдает». Знаете, что вы можете доверять своему Богу. Он сохранит вас. Павел написал, «Знаю, что Он способен сохранить то, что я доверил Ему до того дня». Писание говорит, что Он может сохранить нас от падения. «Если вас учили тому, что сегодня вы спасены, но через неделю, если вы упали или разочаровались в чем-то, то вы уже не спасены, то знайте, если глубоко вашим сердцем есть нежное чувство к Богу, если глубоко в сердце вы любите Его и хотите знать Его, если вы стараетесь побороть свой грех и победить похоть, если вы стараетесь поставить Бога на первое место, причем во всей вашей жизни, если вы с раннего утра стараетесь проводить с Ним время, я не хочу превратить это в закон, но если мы хотим, чтобы Бог был у нас на первом месте, то наш день должен начинаться с Ним. Говорите с Ним весь день, анализируйте свои мысли, следите за своими словами, чтобы все они угождали Богу. Если вы не идеальны, но искренне стараетесь жить под господством Иисуса, то знайте, что вы можете доверять Ему. и вы можете рассчитывать на то, что Он соблюдет и сохранит вас. Именно об этом говорит здесь Анна, о том, что Бог способен удержать своих святых от падения. Далее 9 стих. Стопы святых своих Он блюдет. Друзья, вы можете доверять Ему, Он сохранит вас. Затем Анна продолжает, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Беззаконные сегодня есть, а завтра их уже нет, и чем старше мы становимся, тем больше мы это замечаем. Многие умирают в самом расцвете сил и не могут ничего забрать с собой. Какое-то время они могут впечатлять окружающих, но в итоге им приходит конец, они как шелуха на ветру, и оставляя этот мир, они ничего не могут забрать с собой. Иисус сказал богатому человеку, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Какая польза человеку, если он может приобрести весь мир, а душу свою потеряет? Поэтому мы не можем обманываться тем, что мы видим в мире, потому что завтра всего этого может уже и не быть. Закончится все, красота, деньги, слава, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Затем она продолжает, «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему». Хочу прокомментировать слова, «Господь будет судить концы земли». Церковь об этом совсем забыла. Церковь отступила от духовной реальности о том, что Бог будет судить всех, кто когда-либо жил на земле. В Библии сказано, «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Послушайте слова Анны. «Господь будет судить с концы земли». Каждый человек, который когда-либо жил на этой земле, даст Хошему отчет за свою жизнь. Библия говорит, что каждый человек должен умереть, а потом прийти на суд. Узок путь, ведущий к Господу, и немногие найдут его. Тот, чье имя не будет найдено в книге жизни Агнца, будет брошен в озеро огненное. Но церковь отошла от этого. Церковь больше не верит в этом. Церковь больше не верит в суд. Если бы они дальше верили в суд, то не отступали бы от про возглашение Иисуса, который сказал, «Есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через меня». Но поскольку мы судим обо всем по своей культуре, учитывая политкорректность, а также берем моральные принципы из нашего общества, они из слова, мы не являемся апостольской церковью, мы не проповедуем реальность, мы не говорим о том, что в мир придет суд Божий, и это будет раньше, чем мы думаем. Мы должны проповедовать об этом. Иисус дал это поручение церкви, Он сказал, «Проповедуйте Евангелие до края земли, и тогда наступит конец». И я хочу сказать, что мы с вами должны не только жить достойно Иисуса, но и быть смелыми в том, чтобы проповедовать с нашим родным, близким и коллегам о том, что Иисус — единственный путь к Богу. А также нужно говорить о том, что Бог будет судить каждого человека по его делам, потому что Он создал людей со свободной волей. Сегодня день спасения. Выбирайте сегодня, кому вы будете служить. во имя Иисуса Христа будьте целостными. Приведите сюда эту женщину. Мы увидели еще одно сильное освобождение от демонической силы. Пока я проповедовал Слово Божие, в одной женщине очень сильно проявлялись демоны. Я взял власть над теми демонами, но для того, чтобы та женщина получила полную свободу, ей самой нужно было провозгласить, что она имеет власть над всеми теми демонами, что вошли в ее жизнь. Мы начали работать с ней, но она отказывалась исповедовать, что она имеет власть над демонами. Власть над демонами. Над демонами. Власть над демонами. Во имя Иисуса. Сатана, я связываю тебя. ты не имеешь власти. И наконец-то после долгих усилий, она все же сделала шаг веры и взяла во имя Иисуса власть над демонами. И как только она сказала, что она имеет власть над ними, потому что Иисус ее господь, в тот самый момент она получила свободу. Иисус Христос господь. Иисус, теперь я в тебе. Иисус, я имею силу и власть над всеми демонами. Продолжим читать. «Даст крепость царю своему» Речь идет о Мессии. «И вознесет рог помазанника своего» Это опять же о Мессии. «Мессия будет царствовать так, как и говорил Иисус». Все покорятся Ему. Библия говорит, поскольку Иешуа смирил себя до смерти, Господь дал ему имя, которое выше всех имен. И перед именем Иисуса это имя Иисус. Это имя Иешуа. Склонится всякое колено. Иисус. И каждый язык признает, что Иешуа это Господь во славу Бога Отца. Он помазанник. Он царь царей и Господь Господь. И Он грядет, чтобы спасти своих и воздать тем, кто не покорился Евангелию. Итак, Анна родила ребенка, пророка Самуила. Она прославила Бога, и в своей песне она охватила разные темы, которые мы затронули с вами сегодня. В первом стихе она говорит, «Возрадовала сердце мое в Господе. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Нам нужно расшевелить себя и славить Хашема так, как это делала Анна. Мы должны благодарить его и каждый день говорить о нем нашему сердцу. Анна говорит, «Я буду смело возвещать об имени твоем. Я буду радоваться в тебе, и мой рог вознесется в тебе». Когда вам грустно или вы подавлены, вам следует говорить, «Отец, я люблю тебя. Я хочу оставаться верным тебе даже в это непростое время в моей жизни. Отец, я люблю тебя даже посреди моих разочарований, даже посреди пустыни. Я буду говорить тебе, что я люблю тебя. Я хочу славить тебя, потому что, как бы там ни было, Христос во мне упование славы. Мессия во мне. Это моя жизнь. Моя жизнь не определяется тем, что происходит в моих условиях. Условия меняются всегда. Они приходят и уходят, но жизнь моя сокрыта в Боге. Отец, поскольку я нахожусь в тебе, и поскольку ты всегда был верным, я выбираю славить тебя и радоваться в тебе. Я выбираю твое слово в качестве моего оружия против духовных сил тьмы и моих врагов. Я буду радоваться в твоем спасении. Я выбираю любить и побеждать даже в долине тени смертной. Ну, а теперь мы посмотрим второй стих. «Нет столь святого, как Господь наш». Нет такого, как наш Господь. Господь святой. А что значит слово «кадош»? Полностью уникальный и отделенный. Все остальное было создано и исчезнет, но наши отношения, то, кто мы, источник нашей жизни, не в том, что мы видим глазами, не в том, что сегодня есть, а завтра уже нет. Все эти вещи просто пар. Наша идентичность и источник нашей жизни, а в нашем Господе. А поскольку мы знаем, что Господь святой, то нам не о чем переживать, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Анна говорит, зная о том, что Бог настолько выше нас, а Его пути выше и лучше наших, потому что Он Бог. Не умножайте речей надменных. Мы привыкли быстро делать выводы о людях и их ситуациях. Я бы сделал так, а я бы решил это вот так, но зачастую это не что иное, как просто гордость и тщеславие. Мы не знаем мотивы того или иного человека. Мы думаем, что наш взгляд единственно правильный, и мы судим и судим всех и вся. Но нам нужно понять, что только Бог знает все. Его пути значительно выше наших путей. И часто на земле происходит то, что выше нашего понимания. Мы можем оценивать все только с временной точки зрения. А у Бога есть более высокая или дальновидная цель, о которой мы можем и не догадываться. Поэтому лучше всего держать рот на замке, а вместо того, чтобы сразу же выдавать свое мнение, нам лучше промолчать или просто сказать, ну, Бог все знает, только Бог знает все. Итак, Анна говорит о том, что важно помалкивать. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова «Да не исходят из уст ваших». Ибо Господь есть Бог ведения или знания. Бог, а не мы с вами. Он Бог знания. Давайте будем ходить перед Ним в сдержанности и смирении. И дела у Него взвешены. А это что означает? Мы не можем полностью взвесить то, что происходит вокруг нас, потому что это Его задача. В конце мы увидим, что Богом были более высокие цели, чем нам кажется сейчас. Поэтому давайте будем быстрыми на слышание и медленными на говорение. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Затем она говорит, что мир перевернется с ног на голову, когда Царство Божие придет полностью, сытые работают из хлеба. А голодные отдыхают. Иными словами, теперь богатые и сытые вынуждены просить, а бедные насыщены. Это то, о чем говорил Иисус. Первые будут последними, а последние первыми. Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает. То есть, все перевернется с ног на голову. Нам нужно жить с ожиданием другой реальности, а не этой. Иисус сказал, чтобы мы собирали для себя сокровища на небе, где ни ржавчина, ни моль не разъедают, и где воры не обкрадывают, а на земле все увядает очень быстро. Анна говорит о другой реальности, которая придет совсем скоро. Лично мне 62 года, и в моей жизни многое меняется, мое тело стареет, все меняется, но бог не меняется никогда. Я все ближе к вечности и к тому, чтобы облечься в бессмертное тело и жить в неувидающем городе, поэтому давайте будем жить для того города, а не для этого мира. Нам нужно жить для вечной реальности, а затем Анна говорит, что мы должны толковать все, что происходит вокруг, через призму господства и суверенности Бога, не через современную дуалистическую теологию, которую некоторые из нас подхватили в церкви. Согласно ей, выглядит все так, что у Бога и дьявола силы примерно равны, но в конечном итоге победит Бог, но Анна под вдохновением Святого Духа имела совершенно другой взгляд. Она говорит так, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Нам нужно понять, что Бог надо всем, и ничто в жизни не происходит случайно без цели Бога. Бог говорит, что все содействует ко благу тех, кто любит его и призван по его изволению. И в завершение я хотел бы призвать вас, давайте будем жить с таким мышлением, не с мерзким, а с небесным. Господь Бог, и Он царствует над вашей жизнью. И мы должны жить ради небесной реальности, ведь вечность уже очень близко, и Господь желает, чтобы мы уже сейчас жили вечными ценностями. Он придет совсем скоро, и мы с вами предстанем перед Ним. на суд придут все, кто когда-то жил на земле. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры Игорь 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 ини pas Баха-шалом. Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Действительно ли Бог контролирует все? В следующий раз на программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете правду о силе и суверенности Господа. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. «Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью». А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни, включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвование, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны. Господь доблагословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.